Рассмотрим тему изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Спряжение. Второе лицо глаголов единственного числа. Узнаем, что глаголы в форме настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам, то есть спрягаются. Узнаем, какие отличия имеют глаголы в форме второго лица единственного числа. Будем учиться определять лицо и число глаголов. Находить глаголы в форме второго лица единственного числа. Ставить к ним вопросы. Вспомните местоимение. Личные местоимения могут быть единственного и множественного числа – первого, второго, третьего лица. Подберем к данным глаголам подходящие по смыслу местоимения. Я пишу, ты пишешь, он, она, оно пишет, мы пишем, вы пишете, они пишут. Обратите внимание, что в зависимости от местоимения изменяются глаголы. Понаблюдаем, как изменяются глаголы «иду», «пойду», обозначим окончание. В настоящее время, единственное число, первое лицо, я иду, окончание «у», второе лицо, ты идешь, окончание «еж», третье лицо, он идет, окончание «ед». Множественное число, первое лицо, мы идем, окончание «ем», второе лицо, вы идете, окончание «ете», третье лицо, они идут, окончание «у». Будущее время, единственное число, первое лицо, я пойду, окончание «у», второе лицо, ты пойдешь, окончание «еж», Третье лицо – «он пойдет», окончание – «от». Множественное число. Первое лицо – «мы пойдем», окончание – «ем». Второе лицо – «вы пойдете», окончание – «от». Третье лицо – «они пойдут», окончание – «от». Изменение глаголов по лицам и числам в форме настоящего и будущего времени называется спряжением. Можно ли спрягать глагол в форме прошедшего времени? Поставим глагол «иду» в форму прошедшего времени и попробуем распрягать. Единственное число. Я шел, окончание нулевое. Ты шел, окончание нулевое. Он шел, окончание нулевое. Окончание у глагола не изменилось. Множественное число. Мы шли, окончание и. Вы шли, окончание и. Они шли, окончание и. Глагол не изменяется. Глаголы в прошедшем времени не спрягаются. Они изменяются по числам в единственном числе по родам. Он шел, она шла, оно шло. Форма лица и числа глагола определяется по местоимению и окончанию глагола или только по его окончанию. Поставьте на паузу и выполните упражнение 71 на странице 49. А теперь проверим. Текст называется все наоборот. Заголовок отражает тему текста. Объясним написание выделенных букв. Зверюшка. Проверочное слово зверь. Травы. Проверочное слово травка. Вершки. Проверочное слово вершок. Корешки. Проверочное слово корень. В темноте. Проверочное слово темный. Закрывает. Приставка за. Наперед. Проверочное слово впереди. Головой. Проверочное слово головы. Головка. Глядят. Проверочное слово глядя. Вперед. Проверочное слово впереди. узкой, проверочное слово узенькой. Поставьте на паузу и проверьте далее выполнение этого упражнения. Прочитаем пословицы. Раньше начнешь, раньше поспеешь. Двое пашут, а семеро руками машут. Определим, в форме какого лица и числа употреблены глаголы в пословицах. Для этого подберем местоимения, с которыми эти глаголы могут быть связаны по смыслу. Какого лица и числа подобраны местоимения, такое лицо и число будет у глагола. Выделим окончание. В первой пословице глагол начнешь. Подставляем местоимение. Ты начнешь. Глагол стоит в форме второго лица единственного числа. Окончание ешь. Второй глагол в этой пословице поспеешь. Подставляем местоимение. Ты поспеешь. Глагол стоит в форме второго лица единственного числа. Окончание ешь. Следующая пословица. Глагол «пашут». Подставляем местоимение. «Они пашут». Глагол стоит в форме третьего лица множественного числа. Окончание «ут». Второй глагол «машут». Подставляем местоимение. «Они машут». Глагол стоит в форме третьего лица множественного числа. Окончание «ут». Обратите внимание на окончание глагола в форме второго лица единственного числа настоящего времени. На конце у этих глаголов пишется мягкий знак. Глаголы настоящего и будущего времени в форме второго лица единственного числа имеют окончание еш, еш, иш. На конце глагола в форме второго лица единственного числа пишется мягкий знак. Поставьте на паузу и выполните упражнение 80 на странице 54. Проверим. Объясним пословицы. Уважение силой не добудешь. Уважение нужно получить умением делать что-то хорошее, доброе, уважать людей, тогда и тебя будут уважать. В этой пословице глагол добудешь, окончание ешь. Вторая пословица. Рыбу за хвост не удержишь. Хвост это задняя часть туловища рыбы. Когда она попадает на крючок, ее снимают, с него держат за голову. Если голову не удержали, считай рыба уплыла. Стоит взять за хвост, она сразу выскальзывает из рук. Можно и человека сравнить с рыбой. Если вы не сумели его заинтересовать, чтобы он остался с вами, то в последний момент перед уходом ничто не поможет. В этой пословице глагол удержишь, окончание ешь. Третья пословица. Скажешь, не воротишь, напишешь, не сотрешь, отрубишь, не приставишь. Объясни. Нужно хорошо подумать, прежде чем что-то делать, говорить или писать. Окончание у глаголов. Скажешь, ешь, воротишь, ешь, напишешь, ешь, сотрешь, ешь, отрубишь, ишь, приставишь, ешь. Подведем итог. Глаголы в русском языке в форме прошедшего времени изменяются по числам. В единственном числе изменяются по родам. В форме настоящего и будущего времени глаголы изменяются по числам и лицам. Такое изменение называется спряжением. Глаголы настоящего и будущего времени в форме второго лица единственного числа имеют окончание ешь, ешь, ишь.